В Казахстане появился острый дефицит работников сферы образования. По данным аналитиков, больше всего в стране не хватает воспитателей, школьных учителей и преподавателей. Не меньше мы нуждаемся и в медиках. При этом многие специалисты остаются без работы. А найти ее оказывается трудно. Денис Брагин изучил спрос и предложение. С каждым днем все больше казахстанцев становятся безработными. Устроиться дело не из легких. Найти подходящего кандидата работодателям тоже непросто. Аналитики постоянно проверяют электронную биржу труда и ежемесячно подводят итоги. Последние показали. Ситуация нестабильная. В августе было опубликовано около 119 тысяч вакансий и 93 тысячи резюме. Это на треть больше, чем в июле. В Центре развития трудовых ресурсов рассказывают. В основном ищут врачей и других медработников. Причем именно с высокой квалификацией. Также в стране остро не хватает сотрудников сферы образования. К ним относятся учителя, преподаватели вузов и колледжей, а также воспитатели дошкольных учреждений. Их на рынке почти вдвое меньше, чем нужно. А с началом нового учебного года потребность возрастает в разы. Большим спросом пользуются и рабочие профессии. В связи с таким хорошим демографическим ростом населения Казахстана у нас, допустим, по данным электронной биржи Турет, наблюдается такая стойкая потребность в кадрах, которые обеспечивают основную жизнедеятельность населения. Это учителя, это врачи, это работники сферы услуг, работники сельского хозяйства, строительство. То, что нам нужно изо дня в день. Вот такие кадры всегда находятся в потребности. По аналитике говорят, наименее востребованы у нас финансисты, юристы, биотехнологи и животноводы. Кандидатов здесь больше, чем вакансий. Со временем уйдут в прошлое такие профессии, как кассир, библиотекарь и архивариус. А вот инженеры, IT-разработчики, представители STEM-наук, переводчики и менеджеры по продажам голодными не останутся никогда. На сегодняшний день одна из самых популярных профессий – это менеджер по продажам. Потому что каждая компания, каждый бизнес, он нуждается в таких специалистах. И это будет востребовано еще очень долго. Очень большой спрос сейчас на IT-специалистов. И это, наверное, понятно, потому что сейчас такая эпоха цифровизации, автоматизации. Кто-то должен все это разрабатывать, придумывать, поддерживать, тестировать. Специалисты рекомендуют при выборе специальности внимательно изучить атлас новых профессий и проанализировать рынок на электронной бирже труда. Всего же, по данным Бюро нацстатистики, в Казахстане сейчас свыше 250 тысяч безработных. 86% из них имеют высшее или среднеспециальное образование. Остальные 14% нетрудоустроенных окончили только школу. Денис Брагин, Алмаз Нурдос и Вячеслав Тимофеев. КТК Алматы.